Образовалась такая небольшая организационная группа, которая состоит из депутатов Госдумы, из муниципальных депутатов. Эта группа написала всем, кого мы знаем, кого мы смогли вспомнить депутатов, которые избирались разных времен. Именно депутатов? Именно депутатов. Я скажу честно, мы написали еще нескольким, кого мы помним, представителям исполнительной власти, но главное, чтобы тоже они избирались, чтобы у них был мандат народного доверия. Там разных уровней. Один мэр, например, приедет. Сейчас где-то около 50 человек подтвердило свое участие, но мы надеемся, что эта цифра дойдет до 100. И вот в начале ноября, при этом тоже мы старались так символично, чтобы было и правым и левым было бы комфортно с 4 по 7 ноября. Это будет под Варшавой, в местечке, которое называется Яблоново. Это место, где проходил круглый стол польский, которым была передана власть от советского режима к солидарности. То есть такое символическое место. От Ярузельского к Валентию. Ну, там было немножко более сложно, но де-факто, да, то есть от Ярузельского к Валентию. И вот это такое символическое место, в котором мы хотим собраться и принять вот этот вот набор первоочередных решений новой власти, представить себе, как это, собственно, будет. Значит, я могу сказать то, что сейчас обсуждается, потому что все должно быть обсуждено на съезде, чтобы там бились разные точки зрения, чтобы люди спорили, да, чтобы результат был действительно плодом, если не консенсуса, то, по крайней мере, значит, яркого. Да, яркого. И у нас есть предложения стартовые, что будет обсуждаться. Эти стартовые предложения состоят из 15 первоочередных решений новой власти и плюс концепции переходной конституции. Ну, конституцию точно надо делать, вот я убежден, ее надо делать вообще там краудсорсингом, чтобы люди в этом принимали участие. Должен быть длинный процесс и после уже, наверное, смены власти. Ну, какие-то основные принципы в этой конституции, да, мы можем заложить, что мы людям даем на обсуждение, да, то, что мы им предлагаем. А вот эти вот самые акты как исполнительной власти, они, наоборот, они предметно-конкретны. И, ну, первый, вот я его для себя называю революционный акт, который говорит о том, что прекращается существование, вот, то есть того государства, как мы его знаем, как дискредитировавшего себя, приостанавливаются действия действующей конституции и путинских законов, которые наштамповала эта Государственная Дума, бешеный принтер, как ее многие называют. Так, прекращается действие этой репрессивной системы, этой правоохранительной системы и так далее. И вводится временная конструкция на переходный период, которая будет действовать не очень долго, но достаточное время для того, чтобы была принята эта новая конституция, были сформированы новые политические партии, объявлены, соответственно, новые выборы, когда уже будет все демократично снизу голосованием сделано. Будет принято параллельно два важных экономических акта. С одной стороны, это акт экономической свободы, это похожая история на грузинскую, когда отменяются все эти регулирования, лицензии и разнообразные коррупционные ловушки, которые выстроены в нашей экономике, чтобы люди могли начать, собственно, творить. С другой стороны, отменяются результаты залоговых аукционов 90-х годов, то, что, на мой взгляд, является одной из главных бомб экономической системы, которая есть в России. А зрителям объясни, пожалуйста, что это обозначает? Ну, это означает, что вот эти вот крупные куски госсобственности, которые были украдены, благодаря которым создалось такое явление, как олигархия в стране, вот это прекращает свое существование. Теперь вопрос. Почему после того, как вы, ну, отнимете, возвратите в лоно государство их собственность, почему новые собственники будут, не знаю, какие-то святые, более честные? Вопрос в том, что ты не должен получить собственность через воровство. Но это же давно забыто. Ну, не все это забыли, я могу сказать. И я, как депутат многолетней Госдумы, могу сказать, что всегда люди поднимают этот вопрос. Это вопрос справедливости, базовой справедливости. И я, там, один из других актов, которые у нас есть, акт иллюстрации, да, он подразумевает как раз определенный национальный компромисс, что мы не устраиваем охоту на ведьм и не сажаем всех подряд, кого, может быть, бы и стоило бы посадить, на самом деле, многих из них. Но эти люди больше не лезут в государственное управление, не, там, избираются никуда, не идут на госслужбу и так далее. И это определенный акт примирения. Более того, на самом деле, если уж так, там, честно, руку на сердце положить. Ну, давай честно. Вот эти вот люди-то, которые пользовались этой собственностью, они много заработали с нее. Конечно. Мы же не говорим о том, что вот вы все эти деньги, которые вы за все это время заработали, давайте возвращайте. А, значит, они остаются присвоены. Они остаются при деньгах, но без этой собственности. Но мы говорим о том, что если вы хотите эту собственность, пожалуйста, но тогда купите это за нормальную цену. Купите за нормальную цену, тогда эти деньги пойдут гражданам страны. Я считаю, что Российскую Федерацию надо сложить заново. Я считаю, что надо сделать так же, как когда-то делали Соединенные Штаты, когда они складывались. Каждый регион, каждый субъект Федерации, каждая территория, она должна решить, что она хочет делегировать в Центр. И она должна принять участие, собственно, в построении вот этой самой новой Конститута. В данном случае, скажем, что-то регионы сознательно делегируют в Центр, остается все остальное в регионах, после чего регион принимает решение, он хочет быть в составе этой страны или нет. Я уверен, что подавляющее большинство захочет. И мы сделаем такие условия, когда подавляющее большинство захочет. Но конкретно Чечня, я думаю, наиболее вероятно, что решит, что она хочет стать независимой. Что делать с Путиным? Представим себе, что вот это все происходит, но Путин жив, он отстранен от власти, ну, не знаю, сидит дома на даче. Я рассматриваю такой вариант. Но то, что бы я хотел, я бы хотел всю эту верхушку, и Путина, и Лаврова, и Шойгу, и многих других, отправить в то, что будет Нюрнбергом. Будет это Гаага, или есть предложение, то есть, что Нюрнберг должен быть в Харькове, который, кстати, город по Бразиму Нюрнберга, который очень пострадал, да, в ходе этой войны. В общем, где-то будет этот Нюрнберг, и они должны сидеть на скамье подсудимых. То, над чем я точно буду настаивать на включение в проект новой Конституции, это о том, что, да, мы не выдаем своих граждан за исключением военных преступлений, преступлений против человечности. Я считаю, что эти преступления не имеют национальности и гражданства. Смена власти – это сочетание процесса сверху и снизу. Обязательно будет какая-то часть элит, которая будет выступать за перемены, и обязательно, конечно, должны быть народные выступления снизу. Просто народные выступления снизу, сами по себе, если не будет вооруженного составляющей, они не поднимутся. Ну, то есть, никто не хочет просто так идти в тюрьму, гарантированно, да, получить еще по дороге дубинкой и сесть на неопределенное количество времени, понимая, что это ничего не изменит. Совершенно другая история, когда люди будут видеть, что они не одни, что там есть вооруженные отряды, которые их защитят, которым нужно больше расширения, что они сами могут взять оружие в руки, если они хотят. Большинство не захочет, конечно, но кто-то обязательно захочет. И это наша работа здесь, в Украине, такие вооруженные отряды создать. Они создаются. Легион Свобода России, например, это как раз один из основных таких отрядов, которые будут участвовать в этих событиях. Я считаю, что, во-первых, не должно быть президента. Поэтому у меня все время говорят, ты хочешь быть президентом России? Я не хочу быть президентом России, но я хочу участвовать в создании революционного правительства, но который был бы строго коллективным органом. И в любом случае будущее правительства должно быть под отчет на парламент. Я считаю, что в парламенте должен быть механизм, ограничивающий монополию одной партии, что она не может быть создана. Что даже если партия побеждает на выборах и берет абсолютное большинство голосов, ни одна партия не может контролировать больше 40% голосов, что обязательно должна быть коалиция вне зависимости от результатов выборов. То есть вот эти системы сдержек и противовесов, она обязательно должна присутствовать. Они должны быть небольшими, они должны быть профессиональными, но самое важное, что они должны быть подотчетными. Опять-таки парламенту. И роль парламента вообще должна быть очень сильной. Давай я с другой стороны зайду. Должно ли быть в России ядерное оружие? Знаешь, я считаю, что это будет и нечестно по отношению к поколениям, которые его создавали. Если любое там какое-то новое правительство просто там скажет, вот забирайте, да, кемскую власть. Но думаю, что этого не хотят и представители мирового сообщества, потому что Россия нормальная, демократическая Россия может играть очень важную роль в мире для обеспечения глобальной системы безопасности.